Приветствую вас. Ну, вам сейчас здесь накидают очень много заявок, приглашений. Вот, не очень понятно, по каким критериям вы выбираете себе специалиста в данном случае. Все, в принципе, специалисты могут вам помочь. Вопрос в том, талантливый специалист. То есть, как бы вы говорите, что нужен очень талантливый специалист. Вот знаете, как это, некое такое завышение, некое такое завышенное требование у вас получается к специалисту. Потому что, что определяет талант? Кто определяет талант? Понимаете? Вот. То есть, в психологии здесь история более деликатная. Есть ваш специалист, есть не ваш специалист, Юлия. Поэтому вам нужно почитать отзывы, почитать вопросы, на которые отвечает эксперт, ответы почитать или послушать. Пообщаться со специалистом несколько раз, посмотреть ваш специалист или не ваш. Вот так. Вот так. Это первое. Второе. Значит, вы пишете про кризис после расставания с мужчиной-нацистом. Ну, я опять же, как бы не хотел бы вас переубеждать, но почему вы решили, что мужчина-нацист? То есть, даже если есть все, как бы сказать, предпосылки к тому, что мужчина-нацист, почему вы решили, что он-нацист? То есть, из этого я делаю вывод, что вы с психологией знакомы. То есть, из этого я делаю вывод, что вы как-то взаимодействуете с психологией, раз позволяете себе называть мужчину-нацистом. Эта ситуация, скорее, отягчает, чем облегчает. Там, если ваше знание о психологии, как бы оно ни было, оно вам будет вредить при работе за специалистом, потому что вы будете сопротивляться. Опять же, мой опыт говорит именно так. Так что, давайте мы не будем называть мужчину-нацистом, а давайте просто с мужчиной, который что? Который вас принижал, к примеру. С мужчиной, который вас принижал, который вас обесценивал, да? Рядом с которым вы чувствовали себя ничтолетом, полным ничтолетом. Уникает вопрос, почему вы рядом с этим мужчиной были? Уникает вопрос, сейчас, когда вы расстались с ним, если вы понимаете, что он вас принижал, если вы понимаете, что вы себя чувствовали ничтожеством, из-за чего вы страдаете? Он вас раздражает, он вызывает у вас негативные чувства. Какие негативные чувства? Это негативные чувства и есть проекция. Вы переносите на мужчину свои проблемы, свои противоречия. Как сказать? Дальше. Ребенок, который вас есть, и из-за которого, вы говорите, придется общаться всю оставшуюся жизнь. Ну, это явное противоречие. Здесь явное преувеличение, потому что, во-первых, наличие ребенка ни в коем случае не означает, что вы можете общаться всю оставшуюся жизнь, потому что ребенок вырастет, и он сам уже лет в восемь, в девять, да, все в этом сято расстояние сможет встречаться с отцом без вас. Вы, как бы, не нужны. Да что там отец сможет ребенка из детского сада добирать, если у него будет такое желание, а потом просто привозить его в подъезд, например, и все. Вам не обязательно общаться с отцом всю жизнь. Это первое. Второе. Дальше. Общение по поводу ребенка ни в коем случае не означает общение между вами. Это очень важно понимать. То есть, разграничивать нужно эти вещи. И учиться видеть в мужчине не только мужчину, который вам причинил боль, а причинил боль еще сказать, разговаривать, но и отца. И отец к вам отношения никакого не имеет. Дальше. Ищу специалистов, которым можно будет проводить видеоконсультации раз в неделю. Вас именно видеоконсультации интересуют, а аудиоконсультации не устроят, что только видео. Ну, можно и видео, в принципе. Располагающие, потому что нет сил на фильтры в общении. Это довольно интересный момент, Юлия. Располагающие в смысле. То есть, вы говорите о том, что человек как бы вас поддерживает, да? То есть, вы хотите поддержки, вы хотите сочувствия, вы хотите... Либо вы хотите простоты. О каких фильтрах вы говорите вообще? То есть, что это значит? Дальше. Возможно, сеанс гипноза. Ну, гипноз я не практикую. Это совершенно точно. Гипноз я не практикую. Как показывает практика, гипноз не решает проблем. Как сказали. Ага, значит, в среду ваших предложений хочется дойти до положительного результата. Вы бы хоть сказали, что в предложении указывать, что конкретно предлагать-то вам. Ведь все эксперты здесь, все мы работаем. Что касается результата, а что есть результат, Юлия? Вот вы говорите, значит, выйти из кризиса после расставания с мужчиной. Расставание с мужчиной, а кризис у вас, ну согласитесь, это несколько не состыкуется. И кризис у вас возник не из-за мужчины. Кризис у вас возник не потому, что вы с мужчиной расстались, а кризис у вас возник еще до того, как вы встретились с мужчиной, просто вы о нем не подозревали. То есть, ваш кризис, кстати, что вы понимаете, что вообще, что вы называете кризисом. Так вот, кризис это гораздо больше, чем расставание с мужчиной, в данном случае. Потому что, если бы его не было, вы бы, во-первых, такого человека к себе не пропустили, во-вторых, не родили бы от него ребенка, в-третьих, не было бы кризиса. Вы были бы рады, что вы отпустили его, вы были бы рады, что это закончилось. А кризис, я так полагаю, связан с тем, что вы хотите у него к мужчине вернуться, вас к нему тянет, а тянет вас к нему именно то, где он дает вам ощущение унижения, вот. А ощущение унижения связано с мозогистическим отношением к себе. То есть, с ощущением, что я достойна негатива, я достойна жестокости, я достойна боли. Это все в глубине, в глубине, в глубине. И только через жестокость и негатив я могу получить любовь к себе. Понятно, что это идет из родительской семьи. Здесь, возможно, конечно, аудиагрессия. Такая может быть скрипта. И, как следствие, проблема с выражением своих чувств. Которая выявляется, в частности, в том, что вы преувеличиваете вещи до несколько нереальных размеров. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.